МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости в эфире. В студии работает Алмаз Ишим. Здравствуйте. Касам Жумар-Тукаев провел очередное заседание Совета безопасности. На нем рассмотрели вопрос исполнения плана действий по управлению рисками. Президент также заслушал доклад первого заместителя премьер-министра Романа Скляра и информацию руководителей государственных органов. Глава государства отметил необходимость объективной оценки актуальных вызовов и угроз национальной безопасности в современных условиях, а также выработки мер по их предупреждению. По итогам заседания принято решение, направленное на повышение эффективности систем управления рисками нацбезопасности и защиты национальных интересов. Поправки для расширения возможностей крупных инвесторов подписаны в Казахстане. Это позволит им запускать новые и модернизировать уже имеющиеся проекты, надеются в правительстве. Исключен перечень приоритетных видов для компаний, которые хотят заключить соглашение об инвест-обязательствах с властями страны. Оно фиксирует для них налоговые ставки сроком до 10 лет. В свою очередь инвестор обязуется вложить в производство значительные средства. Этим же документом определен список запрещенных видов деятельности. Теперь крупная компания или предприниматель могут свободно выбирать любое направление для инвестиций за исключением тех, что обозначены в перечне. К слову, к ним отнесены производство и оптовая реализация подакцизной продукции, проведение лотерей и игорный бизнес. К другим темам Казахстана откажутся от земельных комиссий. Соответствующие поправки сегодня во втором чтении приняли в Сенате. В частности, в пределах городов республиканского значения, столицы, а также городов областного и районного значения, планируется внедрить электронный формат предоставления прав на земельные участки посредством веб-портала электронного правительства через публичную кадастровую карту. В связи с автоматизацией процессов на вышеуказанных территориях исключается институт земельной комиссии, а также разработка утверждения земельно-кадастрового плана уполномоченными органами. И при этом для земель, поселков, сел, сельских округов сохраняется действующий порядок предоставления регламентированной земельным законодательством. В связи с автоматизацией процессов на вышеуказанных территориях исключается институт земельной комиссии. Уполномоченным органам не придется разрабатывать и утверждать земельно-кадастровый план. При этом для земель, поселков, сел и сельских округов сохраняется действующий порядок предоставления регламентированной земельным законодательством. В Сенате также приняли законопроект, который предоставит новые гарантии безопасности казахстанским судьям. Со слов депутата Андрея Лукина, сегодня правоохранительные органы имеют влияние на служителей Фемиды. Они вправе без уголовного дела прослушивать судью, собирать данные о нем и его личной жизни. Для этого достаточно лишь получить санкцию прокурора области. В ходе обсуждения в Верхней Палате Парламента было определено, что следственно-оперативное мероприятие сможет санкционировать только генеральный прокурор. Новые гарантии закрепили в Конституционном законе. По мнению сенатора Лукина, это укрепит независимость судей. Причем речь идет не только об отдаленных и малосоставных судах. К примеру, сейчас в столице в областных центрах 15 судов работают без председателей. Полагаем, внедрение выборности изменит эту ситуацию. Судейское сообщество сможет само предложить кандидата. А коллеги будут просить авторитетных судей стать самовыдвиженцами. Повысится прозрачность и транспарентность. Система карьерного роста станет понятной. Судьи Верховного суда также будут избираться сенатом на альтернативной основе. А у сената будет выбор как минимум из двух судей. В селе Хобда Актюбинской области, где из-за паводка действует режим ЧС, полицейские патрулируют улицы, чтобы не допустить фактов мародерства. Напомню, в населенном пункте подтоплено 51 жилой дом, здание физкультурно-оздоровительного комплекса и кафе. Эвакуировали более 90 человек. В пункте временного размещения остаются 18 жителей. Остальные временно проживают у родственников. Движение на трассе Самара-Шимкент полностью восстановлено. Ранее там для отвода талой воды вскрыли небольшой участок дороги. Сейчас на месте продолжают работать спасатели и полицейские. Жители, пострадавшие от паводка, получат всестороннюю помощь. Сейчас Акиматом района создается комиссия, которая будет индивидуально обследовать каждый дом. Потом приниматься решение будет. На сегодняшний день уже силами, средствами и районными службами гражданской защиты осуществляется работа по укреплению домов, которые расположены в высшей зоне подтопления, чтобы в случае, если будет упадем уровень воды, чтобы уже дальше вода не пошла. Новые землетрясения в Турции. Два толчка магнитудой 4,7 и 4,9 были зафиксированы в Кахраман-Мараш. Об этом сообщили в турецком управлении по ЧАЭС. Пострадавших нет. Как изменилась Турция после масштабного бедствия, который власти уже назвали катастрофой века, и что происходит за пределами крупных городов. Об этом наш сюжет. Два землетрясения и последовавшие за ним 15 тысяч авторшоков коснулись жителей не только больших городов, но и населенных пунктов, расположенных в отдаленных районах. Люди, оставшиеся без крова, вынуждены жить в палатках. В нашем поселке 370 домов и 2000 жителей. Землетрясение разрушило больше 150 зданий. 11 человек погибли. В настоящее время 95% жителей села живут в палатках. Люди здесь занимались скотоводством и земледелием. К сожалению, наш скот тоже погиб. И тем не менее, многие люди все же уезжают из городов именно в деревни. По их мнению, сельская местность безопаснее городской. Количество жителей в некоторых населенных пунктах увеличилось в несколько раз. Наш дом в Антаке был разрушен. Первую ночь мы провели в машине. На второй день приехали в наш дом в деревне. Здесь тоже ситуация неудовлетворительная. Многие постройки разрушены. Наш дом цел, но нас беспокоят продолжающиеся толчки. По этой причине мы устанавливаем палатку возле дома и ночуем там. Наряду с властями пострадавшим помогают волонтеры. Абдулла Ярар эмигрировал в Германию еще 50 лет назад. Но, узнав о трагедии на родине, не смог сидеть сложа руки и отправился в Турцию. Вместе с едой и теплой одеждой мужчина привез электрические генераторы. Мы не могли связаться с родственниками в течение трех дней после землетрясения. Сразу же решили принять меры. Мы привезли гуманитарную помощь на 12 грузовиках. И собираемся сделать это снова. На следующей неделе прибывает мой друг. Он везет палатки, снаряжение, одежду и продукты. Два разрушительных землетрясения в Турции так или иначе повлияли на жизни около 14 миллионов человек в 11 провинциях. 48 тысяч жителей погибли. Уничтожены 230 тысяч зданий. По официальным данным, экономический ущерб превысил 80 миллиардов долларов. Государство и общественная организация ведут активные восстановительные работы. В США ужесточат контроль за оборотом оружия. Личные данные покупателей будут тщательнее проверять. Соответствующий указ подписал президент Джо Байден. Также будет усилена федеральная поддержка закона, запрещающего продажу оружия лицам, которые могут нанести вред себе или окружающим. Мера пока действует только в 11 штатах и в округе Колумбия. По данным организации Gun Violence and Cive, только с начала года в США зарегистрировано 110 случаев массовой стрельбы и более 8 тысяч американцев из-за этого погибли. Кроме того, указ позволит привлекать к ответственности представителей оружейной промышленности. Это единственная структура, на которую нельзя подать в суд. В отношении производителей будет проводиться независимое расследование, которое позволит выявить, используется ли агрессивный маркетинг при продаже оружия гражданам. В США и Южная Корея вновь провели совместные военные учения. Страны отработали строительство мостов для переправы бронетехники и вооружения через реки, сообщили в Минобороны в Сеуле. В ходе подготовки мобилизовано около 400 солдат, 50 единиц военной техники, два вертолета «Апачи». Официальные лица заявляют, что учения необходимы для сдерживания Северной Кореи, которая за последний год запустила рекордное количество ракет. По мнению союзников, подобная активность КНДР лишь усиливает напряженность в мире. Пхеньян, в свою очередь, осуждает совместные учения двух стран и рассматривает их как доказательство враждебной политики Сеула и Вашингтона. Ранее мэр южнокорейской столицы выступил с предложением обзавестись собственным ядерным оружием для сдерживания КНДР. Трехдневную забастовку устроили врачи в Великобритании. Люди требуют улучшить условия труда и увеличить зарплаты. Их число превысило 60 тысяч, что составляет около половины от всего штата в стране. В НАЦСлужбе здравоохранения предупреждают, подобные протесты негативно скажутся на лечении больных. Напомню, подобные демонстрации прошли по всему королевству. Забастовки устраивали сотрудники университетов и работники скорой помощи. Иностранные дипломаты ознакомились с ходом подготовки к предстоящим выборам в мажорист парламента Казахстана. Совместный брифинг для представителей зарубежного дипломатического корпуса провели Министерство иностранных дел и Центральная избирательная комиссия. Замглавы МИД Роман Василенко отметил, что предстоящие выборы являются знаковым событием для страны, знаменующим один из самых трансформационных периодов в современной истории государства. Председатель ЦИК Нурлан Абдиров подробно рассказал о подготовке к предстоящим выборам. Он отметил, что настоящая избирательная кампания проводится по новым электоральным правилам и нормам. И также проинформировал Дипкорпус о наиболее существенных изменениях в выборном законодательстве. Переход на новую пропорционально мажоритарную модель при выборах депутатов мажориста парламента и маслихатов дает возможность лидерам общественного мнения пройти как местные представительные органы, так и в парламент Казахстана. Хотел бы подчеркнуть, что усилия ЦИК неизменно направлены на проведение справедливых, подлинных и свободных выборов и республиканского референдума в Республике Казахстан в строгом соответствии с законом. Предстоящие парламентские выборы завершают цикл реформ по модернизации всей политической системы страны. Выборы в Мажолис и Маслихат обсудили послы зарубежных государств в Казахстане. Представители иностранных депмиссий отмечают важность участия граждан в голосовании. По их мнению, это позволит повысить их легитимность. Люди могут напрямую выбирать своих кандидатов. И еще заинтересованные политики могут сами сделать свою номинацию. Это делает выборы более интересными и, надеюсь, это отразится в участии народа на этих выборах. Вы знаете, демократия – это такая штука, о которой должны заботиться, должны ее ценить, развивать. Этот процесс никогда не заканчивается. Всегда есть возможности улучшения. Выборы – здоровый процесс демократии, когда можно переизбрать тех людей, которым вы доверяете, или дать шанс пройти в парламент новому поколению со свежими идеями. Думаю, этого и хочет добиться президент ОК с помощью реформ. Кроме того, выборы позволят увеличить влияние парламента. Большое число кандидатов усилят конкуренцию. Появятся новые точки зрения. Так уверены послы. В разных странах разная избирательная система. Она зависит от географии и общества. Поэтому единой правильной модели нет. Конкуренция на этих выборах будет великолепной. Заявлено очень много кандидатов с разным опытом в политике. У этих выборов есть потенциал усилить влияние парламента. Но он станет таковым лишь в том случае, если все его члены будут иметь индивидуально сформированное независимое мнение. Казахстан и ЕС договорились о дальнейшем алгоритме действий по развитию энергетики, охране окружающей среды и изменению климата. Соответствующий протокол подписали по итогам шестого заседания подкомитета по двустороннему сотрудничеству в Брюсселе. В рамках глобального энергодиалога стороны обменялись мнениями по вопросам развития зеленого перехода и энергосбережения. Как отметил директор Департамента Министерства энергетики Казахстана, страна стремится довести долю использования возобновляемых источников энергии до 4,5% в этом году и до 15% к 2030. Но для развития зеленой энергии нам нужны новые технологии. Сегодня их внедрение очень дорого обходится, потому что это только начинает развиваться. Если раньше лидером в этой сфере был Китай, то сейчас в ЕС идет локализация и усиление этого процесса. Поэтому сотрудничество с ЕС очень важно для нас. В прошлом году мы подписали меморандум о взаимопонимании по развитию критически важных сырьевых материалов. Сейчас мы решаем, как воплощать его по специальной дорожной карте. Мы обсуждаем это и в двустороннем формате, и с перспективой на регион. В ноябре в Самарканде ЕС представил европейскую инициативу по воде, климату и энергии. И совсем недавно в Риме на седьмой конференции высокого уровня ЕС «Центральная Азия по водным ресурсам» мы обсудили перспективы совместных действий. Мы надеемся вернуться к этим вопросам и на Комитете по сотрудничеству Казахстан-ЕС в мае в Астане. Тариф на электроэнергию в два раза снизили для жителей дачных массивов Тараза. Для этого их подключили к городской сети электроснабжения. Ранее электричество дачникам поставляла частная компания, поэтому жители платили за свет по тарифу для юрлиц. Это почти 30 тенге за 1 киловатт. На электроснабжение 28 массивов из республиканского бюджета выделено 1,5 миллиарда тенге. На данный момент городской сети уже подключено 12. Электричеством также обеспечат строящиеся дома. До присоединения к городу мы относились к дачам и за электроэнергию платили по двойному тарифу. Теперь проблему решили, оплату снизили. Если раньше в месяц выходило 5 тысяч, то сейчас в два раза меньше. Спасибо большое. Было принято решение о строительстве резервной линии. С городского бюджета на эти цели были выделены порядка 88 миллионов. Была построена резервная линия и подано электричество. На прошлой неделе мы завершили дачный массив Коммунальник. Это порядка 741 абонент. Сегодня решается вопрос подачи электричества и начала абонирования массивов «Химик» и «Береке». Почти 3 миллиарда тенге выделят на газификацию сельских населенных пунктов Костанайской области в этом году. В планах реализация 9 проектов, которые увеличат доступ сельчан к голубому топливу. Сегодня к нему подключено менее 15% населенных пунктов. По региональной схеме в ближайшие 7 лет подключать к газу продолжат районы, вблизи которых расположены подводящие газопроводы. При этом специалисты отмечают, что с учетом роста абонентов увеличивается также потребление газа на 10% ежегодно. Чтобы избежать дефицита в дальнейшем, обсуждают строительство магистрали от Актюбинской области до Рудного. Плотно прямо начали отрабатывать именно с Министерством энергетики по газификации именно магистральных газопроводов именно от Актюбинской области. Сейчас данный вопрос они решают именно в плане финансирования, как это будет. С учетом роста у нас, конечно, потребление растет. Где-то у нас 900 миллионов потреблений области, 900 до миллиарда. Необычный проект для зрителей представил любительский театр, созданный в Жасказгане при Совете ветеранов. Каждую свою премьеру они посвящают той или иной социально значимой теме. Например, темой одной из постановок стали казахские национальные песни. Это направление было выбрано не случайно. Актеры театра, дедушки и бабушки, рассказали, что вместе с внуками слушают музыку, которая сейчас интересует молодежь. И, к сожалению, признали, что в современные тренды казахские народные песни не попадают. Исправить эту тенденцию и показать, что народная музыка не менее интересна, а более мелодична и призвана новая постановка. Отмечу, возраст артистов театра варьируется от 70 до 82 лет. Цель мероприятия – пропаганда нашей истории через песни. Какова наша история? Именно с этим вопросом мы подошли к организации данного концерта. Мы хотели показать ответ на этот вопрос в необычном формате, чтобы он понравился молодежи. Таким образом мы пропагандируем не только историю, но и казахские песни. Вместо строгих костюмов – национальная одежда. В преддверии Наурыза госслужащие Североказахстанской области сменили дресс-код. На работу они теперь ходят не в пиджаках, а в камзолах. К этой инициативе уже присоединились сотрудники различных управлений, а также районные и сельские акиматы. Таким образом представители госаппарата популяризируют казахскую культуру. Многие отмечают, что в кабинетах теперь царит особая атмосфера праздника. Общее фотографирование делали для коллектива. Все такие красивые, все нарядные, на лицах улыбки. Вообще это непередаваемое чувство. Начало весны, начало возрождения, курсу, амал. Наурыз начали отмечать в Павлодарской области. Жители ожидают череда праздничных мероприятий. К примеру, на фестивале Наурызда Стархана лучшие мастера кулинарного искусства показали шедевры национальной кухни. Баурсак – это главный продукт на столе. В старину, прежде чем подать мясо, сначала угощали баурсаками. Каждый вид имел свое значение. И люди знали, какие баурсаки нужно готовить для встречи гостей. На кулинарном поприще не только блюда казахской кухни. Богатые дастарханы накрыли представителей татарского, башкирского, узбекского и уйгурского народов. Каждый из них готовился к празднику по своим традициям и обычаям. Но в итоге всех объединил Наурыз. Мы представили богатый ассортимент блюд национальной кухни, подготовили национальные костюмы, танцевальные номера и народные песни. Всех поздравляем с началом Наурыза. Мы должны свято чтить обычаи и традиции наших народов. Каждая народность сегодня накрыла богатый дастархан. От изобилия блюд кружится голова. Очень рада, что так сытно и весело начинается праздник. Теперь каждый день проходят мероприятия. Очень много детей участвует в них. Более 600 мероприятий запланировали в области по случаю празднования Наурыза. Будут конные скачки, национальные игры, юрточные городки. Свыше 200 белокрылых юрт с богатыми дастарханами распахнут двери для гостей. Ербулабишев, Женя Севербулат, из Павлодара, Хабар, 24. Казахстанский IT-проект «Агроиншуранс» стал победителем престижного конкурса Международного союза электросвязи при ООН. Сервис агро-страхования признали лучшим в номинации «Электронное сельское хозяйство». Реализация проекта стала возможной через оцифровку всех сельхозземель Казахстана. Благодаря этому фермеры застраховали свои поля от засухи в онлайн-формате. Выплаты также можно получить электронно. За три года работы сервиса аграрии застраховали свой бизнес на сумму 1,5 млрд тенге. Половина из этих средств субсидировала государство. На сегодня платформа позволяет застраховать не только сельхозугодие, но и поголовье скота и птицу. В Японии рано, примерно на 10 дней раньше обычного, зацвела сакура. Это рекорд последних 70 лет. В этом году первые цветы появились в храме Ясукуни в центре Токио. Нежно-белые бутоны японской вишни обычно раскрываются ближе к концу марта. Но в этот раз все иначе. Явления ученые связывают с изменением климата. В последние дни в Токио не по сезону теплая погода. Ожидать, что пик розового шоу придется на 20 числа марта. Уже совсем скоро японские парки будут утопать в цветах сакуры. Чтобы полюбоваться завораживающим зрелищем, в страну съезжается огромное количество туристов. Мы на этом закончим. Немного позже вернемся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова